Всем шалом и продолжаем наши беседы на недельные главы согласно седам раф цивида кука на недельные главы и понятно что мы не все обхватываем только часть какую-то но общую идею чтобы передать постараемся и напомню что мы дошли с вами книга бэмид бар мы дошли до середины главы балладха прошлый урок мы закончили позвите пятикнижей чтобы у каждого было пятикнижие в нашем издании то стоять и четвертая страница это 11 глава 16 пасук страница 100 4 11 глава 16 пасук это уже середина главы балладха народ израиля вышел в путь напомню что как называется книга бэмид бар такое второе название говорили отсюда говорит тому сефира дырах книга пути выходим путь перед пути в началом пути мы перестраиваемся выстраиваемся подсчитываемся каждый получает свое миссии предназначения место и флаг и так далее в итоге выходим в путь хоть и сто восемь третью страницу мы уже много раз об этом говорили с правой стороны северский текст 35 36 пасук выделенные перевернутой буквой нун как скобочки такие с этого момента середины главы балладха наконец-то выходим в путь вышли из египта получили тору построили мешка шхина среди нас все воинство израильское выстроилась вокруг мешкана и теперь вместе выше уходим в путь в пути мы говорили что нас ждут опасности трудности испытания сюрпризы различного характера поэтому к пути нужно готовиться и у нас было две с половиной головы глава бамид бар глава нассо и половина головы балладха это были подготовления к пути мы с вами видели что в конце в конце в конце в самом последнее приготовление самые важные вещи которые очень важно чтобы были с нами пути это что сохранит народ и так далее это все мы говорили в этом предыдущие разы мы выходим в путь теперь кроме того что в пути есть испытания есть корзинка такая коричневая оранжевая то что в пути есть испытания это не только для того чтобы нас там помучать конечно да это не идея всевышнего а идея того чтобы испытание должны нам открыть и прояснить вещи которые мы знаем но еще не умеем их реализовывать да мы что-то осознаем не понимаем насколько это важная вещь а иногда есть вещи которые на скрытые они не могут проявиться мы не проявляем потому что мы не знаем что и испытания они нас вынуждают заставляет проявить эти вещи поэтому что-то виде как с самого начала пути только входим в путь начинается нас проблема просто раз мы остановились на чем что смотрите 35 36 послуг они вышли в путь и вдруг в первом послуге 11 глава и стал народ как бы роптать злое вслух на всевышнего только вышли в путь и услышав всевышний возгневался его гнев и так далее они тупые пожрал огонь край стана они просили стута мясо и еды и так далее что с ними произошло мешка среди нас ман у нас есть так далее почему вдруг почему вдруг жалуются и так далее как люди которые приезжают в израиль когда сталкиваемся с какими-то ситуациями жизненными трудностями и проблемами тяжесть пути ослабляют силы не только физические но и духовные и люди падают в духовный дисбаланс прикрепляется к материальному к мясу и просят мясо мясо на иврике это еще понятие материя как написано что человек называется на языке вузов басар вадам мясо и кровь смысле мясо и кровь мясо между телом плоть а кровь это дух кровь это дух и поэтому они приблизились к мясу сложность пути сбивает их с духовного баланса и они уходят да и просят мясо не куча это мясо и у них это через нос есть так далее и мы просто остановились на 16 пасуки даже 13 пасу говорит муж и откуда 13 пасук на стоишь что-то странице откуда у меня мясо такой они стали на горе сина и товарищи да они стали на горе сина и бог с ними разговаривал один к одному и они вдруг хотят мясо и муж и так серьезно к этому относятся конечно же давно хочет есть откуда у меня мясо чтобы дать всему народу когда плачут они предо мной говорят дай нам мясо и буду есть брус код в виде был сходу было ман был не в итоге посылайте мясо этих перепелов там и так далее то есть мы видим что что сложность пути она подавливает дух очень тяжело человеку к слабому изнимать изнеможженному изнеможденному и и быть веселым и оптимистичным и так далее к примеру известно что женщина чтобы дом которыми из 5 6 10 детей до чтобы быть хорошей мамой она должна у нее даже быть силы заходить время чтобы отдыхать спать я уже раз несколько раз вспоминал что одного из своих раввинов я слышал историю как его теща когда еще была молодая да и были дети там у нее уже бабушка да то она иногда днем пришла отдохнуть и говорил детям я иду вам делать маму потому что мама и нужно много сил из много детей разного возраста и этот вернулся оттуда тут сюда и все и нужно много терпения много сил и много духовных сил и выслушать и обратить внимание чтобы не раздражало все человек уставшись женщина пришел с работы и недавно ждут шесть детей почти гарантия что она есть только на ней какая-нибудь внучка большинства может не знаю так далее там или там особая душа что она будет на них злиться потому что они начнут каждый все говорит одновременно и ссориться и драться тянуть за косички другу это запись и так далее и начинаешь всем пристани и приказ и и нужны силы поэтому поэтому очень важно чтобы были силы видишь что когда когда народ израиля приходит горе синай у сосед да будет свет когда все вы когда приходим горе сина и то там уже закроем окна чтобы 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 кондиционер сделал свое дело и когда вы приходит в горе сина и уже сегодня с ним об этом говорил это мудрецы в разделе шаббат в нас к тому да там объясняют поэтапно что в каждый день происходило так далее в первый день написано что всевышний вообще с ними не разговаривал облака остановилась первый день была абсолютная тишина всевышний говорил с ним ничего от них не просил почему говорит мудрецы потому что были уставшие из дороги несколько разговаривают ставший человек сонный вялый несколько слушать всевышний не дает тор не говорит человеком в таком состоянии написано что одно из слов и пророка что был ха ха машин вы гибор ха хам это мудрый ашир богатый гибор это сильный потому что слабый не может проявить высокую ступень духовности поэтому слабый слабый слабость она влияет здесь видим они выходят в путь пути они устают и наверное первой спланично проявляется что у них не такая глубокая глуполность и они просят мясо да замечательный вопрос могли первое не про мудрецов про пророков две разные вещи связаны между собой но разные но это отдельная тема и захочешь по сроку отвечу если захочешь более подробный вопрос то посмотри наш уроке прописло рама макмешне там обсуждали идею пророчества целая глава была начинает этим проверки только пророк проверяется его качество и там объясняли два его комментария на то что значит быть богатым сильным и мудрыми так далее из каждом из два аспекта в каждом этом параметре поэтому либо посмотри уроки либо после урока напомним что сейчас не наша тема и главное что мы видим что нужны силы поэтому слабость пути сбивает их матеряется не привляется к мясу просят мясо смотрите что происходит с мужем 13 пасук 184 страница откуда у меня мясо чтобы дать всему этому народу когда они плачут предо мной говоря для на мясо будем есть не могу я один смотри что говорит муше не могу я один нести весь этот народ это слишком тяжело для меня если ты так поступаешь со мной то лучше умертви меня если я нашу милость в твоих глазах чтобы не видеть мне бедствие моего что случилось муше муше рабейну который выводит народ из израиля который 40 дней 40 ночей может без еды там без сна и так далее муше рабейну который прошел фараона 10 казней вы народ из египта через море все испытания провел вдруг он говорит что он говорит не могу я один нести весе вести это вести от воротность народа себе слишком это тяжело для меня что-то произошло здесь муше рабейну что он жутко ослаб я вам читаю раши на этот пасук ваши очень интересный на это на 15 пасук где написано что когда ты так поступаешь передо мной лучше мертви меня раши объясняет почему это не раша конечно это устная тора объясняет но раши приводит туда этот комментарий здесь почему муж рабейна слава написано то шашку хошель муше кинекева ослабла сила мушек как женщины чего сейчас мы объясним переживать когда увидел муше в пророчестве говорит раши что в будущем всевышним как их накажет за это муж увидел что их ждет за это тогда сказал тогда убей меня тоже то есть по сути написано так здесь да не могу я один больше не свистит народ и слишком тяжело для меня нужно понять почему он ослабился раши наслабился тяжело то есть почувствовался как слабая же женщина которая слаба нужно понять о чем идет речь когда же есть так поступаешь со мною говорит раши то есть он увидел порочестве что ждет народ за это за эту просьбу за это наказание то лучше мертви меня лучше умереть я не могу это видеть я вижу прежде перепела они ели мясо и вышли через нос и погибли там люди и так далее наказание тяжелое муши рабейна говорит я вижу наказание народа я лучше убей меня я не могу это вынести почему раши почему ослабла сила муши и почему раши здесь пишет что его славу сила как женщины в чем разница между слабая женщина слабые мужчины есть интересный отрывок широши рим откройте возьмите к тувин сейчас я сразу найду этот пасук широши рим вот и сразу открыл прям так 165 страница вопрос или я найду это пасук это начало широши рима просто ли я найду этот пасук я не помню так все прям на память нужно повторять восьмой пасук давайте седьмом начнем скажи мне возлюбленной души моей то есть это же все примерно диалог между народом израиля как бы суть у народа израиля духовной сути всевышним да первая глава восьмой пасук седьмой 165 страница скажи мне возлюбленной души моей то есть то говорит народ израиля всевышнему где пасешь ты где делаешь привал со стадом своим в полдень то есть где народ израиля моя находится говорит и кто это говорит пасук говорит муше где стада где ты пасешь моё стадо зачем мне зачем мне скитаться под покровалом возле стад товарищей твоих если ты не знаешь прекрасный женщин говорит всевышний нам говорят что прекрасная женщин говорит Медраж Кширо Шерим, что кто это прекрасная женщина, это Муше. Ну все объясните, не переживайте, как мужчина, это женщина, что это у нас тут передел полов, как это, изменение пола. Да, даже не в 21 веке написано, говорят здесь, да, это Хасвишалом, да. Если ты не знаешь прекрасной женщины, то есть говорит Всевышний Муше, Муше это прекрасная женщина. Муше спрашивает, где стадо, где ты пасешь стадо, стадо народа Израиля, где мое стадо. То есть, что с ними будет в Галуте, где они все, где, как, что с ними будет, так объясняет Медраж. Говорит Всевышний Муше, если ты не знаешь прекрасной своей женщины, да, то пойди по следам овец, посли козлят твоих у шатров пастущих. Иди по следам овец. Муше Рабейну говорит, Медраж здесь спросил у Всевышнего, чтобы показал Всевышний Муше, куда идет его стадо. То есть, как его стадо дойдет до дней Машиаха, когда вернутся из Галута и будет построен храм. Муше Рабейну говорит, я готов умереть, при условии, что я знаю, покажи мне, кто их доведет, как они дойдут. Говорит Медраж, показал ему Всевышний всех пастухов народа Израиля до прихода Машиаха. Всех лидеров, пророков и так далее. Говорит Медраж, почему Муше называется прекраснейшая женщина? Медраж нам приводит, я уже не помню, какие другие послуги, где показывают, что пророки вообще иногда называются женщинами. А Муше прекраснейшая женщина, потому что он сверхпорок. Почему пророк называется женщиной? Потому что, говорит Медраж, так как женщина не стесняется требовать от мужа все, что и полагается. Он подписался под кутубой, она теперь требует, суд может с этим прийти и так далее. Все, что и полагается. Так пророки не стесняются требовать от Всевышнего все, что полагается народу Израиля. То есть, тут немножко сейчас не наша тема, но видим, что миссия пророка это не марионетка, не рамко или не громкоговоритель Всевышнего, а только. И вообще не марионетка. А у него есть право и обязанность, и миссия требовать от Всевышнего все, что полагается народу Израиля. Ну, сейчас не наша тема. Мы видим, что здесь пророки называются женщинами. И Муше называется прекраснейшая женщина. Потому что Муше говорит Всевышнему, я умираю при условии, ты мне дал это стадо в руки, я готова вернуть, при условии, что я даю кому-то, кто знает. Поэтому Всевышний дал Иушуа. Говорит Муше, я хочу при жизни знать, кто поведет их. Говорит Иушуа. Вторая вещь говорит Муше, я хочу знать, как они дадут от Нейма-Шеха, кто будут следующие пастухи. Я хочу это увидеть, я не могу отдать тебе стадо без того, что я могу. Ты мне покажешь, дашь гарантию, что они дойдут. Да, Муше говорит Всевышнему, условия такие. Всевышний показывает ему всех пастухов до прихода Машеха. Да, Муше говорит, все, я могу умереть, я увидел, кто их доведет, как это будет и так далее. То есть мы видим, что это название, поэтому здесь Раша пишет, что ослабилась сила Муше как женщина. Во-первых, вороки связываются с женщинами. Что еще в женщине особенно? Женщина, ее суть, она принимающая. Она неактивная, она как бы пассивная, как сравнивают мудрецы Солнце и Луна. Луна это, Солнце это свет, Луна отражает свет. Мужчина, он влияет, женщина принимает, да, он дает семя, она его рожает и так далее. То есть она принимает счастование. То есть получается, что здесь, говорит, ослабла сила Муше как женщины, так же, как и силы женщины от мужчины, если он ее не любит, не проявляет тепло, не говорит ласковых слов, не заботится о всех ее необходимостях, не покупает ей одежду, не радует ее, не веселит, не покупает ей чоколадки и так далее, не поддерживает ее, не защищает о ней, то женщина может быть больной с температурой в постели, никакие таблетки не помогут, если с мужем у нее плохие отношения. Потому что она, как Луна, получает свет и силы от мужа. И она может быть слабая и больная, если у нее с мужем плохие отношения, она чувствует, что злится, не любит, не знает, критикует и так далее, это может выразиться в болезнь. Кто хочет после того, как могу рассказать много историй, из того, что в жизни сам видел, это вещи реальные, абсолютно, это не мистика никакая и так далее. То есть, чем сильнее они светят, солнце, тем лучше отражение? На холод, тем сильнее отражение. Теперь, может быть, наверняка, я думаю, что люди, кто живут такими всякими пошлыми, светскими отношениями, нечистыми и так далее, наверняка, наверняка, эти вещи не ощущаются, потому что они, в принципе, не вместе, в принципе, нет связи между ними. Но те, кто создают семью на основе святости и чистоты, то связь мужчин и женщин, она абсолютно в этой ситуации. Поэтому интересно, что здесь ослабы. Теперь мы поняли, откуда силы женщины, а нет мужчины. Муше ослаб, как женщина. Как женщина ослабляется, когда мужчина дает ей силы? Муше ослаб, когда кто-то не дает ему силы. Откуда сила муше? Откуда сила муше? Мы открываем книгу Кузари, что, как говорит Веренский Гаон, это основа и чистота веры. До всех остальных книг, да, есть основа всех основ, это книга Кузари. Есть Хасидут, это не вера. Есть Мисад и Шарим, это не книга по вере. Есть Хувот и Львот, это не книга по вере. У нас первая, основная, от нее все остальное только исходит. Книга по вере, это книга Кузари. Открываем ее здесь, это вторая глава, 56-я, 56-й диалог, про норовинные диалоги. В нашем издании это 144-я страница. Теперь, это здесь посредине темы, контекста, и эта тема несколько раз в кузырь возвращается. Я только прочитаю цитату и объясню ее, потому что целый процесс идет посредине. 56-й нашли, да, этот диалог. Вот там есть, где-то посредине этого диалога, есть фраза, но если бы не сыны Израиля, видите такое предложение, говорит мудрец, он отвечает на вопросы этого царя, про определенную там тему, что сейчас не будем ее уходить. Он говорит, но если бы не сыны Израиля, то есть если бы не сыны Израиля, не было бы Торы. Это не выдумка книги Кузыри, есть Мидраж, несколько Мидрашей, в том числе от Ильягу Нави, и Танда Белиягу, да, где сказано, что если бы не было Израиля, не было бы Торы. Поэтому это не выдумка Кузыри. И даже если бы была его выдумкой, для нас мудрец поколения конца, поколения Гаонов, начало поколения Ришоним, это поколение Рамбама и так далее, он не нуждается в источнике, он сам источник. Даже если бы он сказал это от себя, не было этого источника, то для нас, как Тора, мы не требуем, да, мудрец этого поколения, но у него есть источник, есть Мидраши, которые, да, об этом говорят. Мы сейчас увидим это в нашем пасуке, эту идею, сейчас увидим. Но если бы не сыны Израиля, не было бы Торы, не они, сыны Израиля, возвысились из-за Муше, есть люди, которые говорят, вау, такой у вас был лидер, наша нередная голова Белам, да, вот вы, говорят народы мира, такие из-за того, что у вас был Муше, а у нас не было Муше, то, говорит Севышний, возьмите Белама. Попробуйте, я дам вам пророка, посмотрим, что вы с ним сделаете. Почему не они возвысились? Секунду, сейчас я объясняю, не шел, не закончится урок еще. Мы в процессе. Поэтому не они возвысились из-за Муше, а Муше возвысился из-за них. Божественная любовь, это перевод, нужно понять, что такое слово Божественная любовь, это вообще-то нашли, была обращена к многочисленному потомству в Раме Сахьякова, к народу. Поэтому Муше возвысился из-за этого народа. Муше был избран через него, а Муше был избран, чтобы через него они получили благо. То есть, почему Муше был избран, чтобы народ получил благо? Что это за благо? Тора. То есть, Муше был избран из-за народа. Если бы не было народа, не было Муше. Поэтому Муше, когда стоит несколько раз в этом экзамене, то он проходит его. Всевышний говорит, я сотру всех из тебя, сделал новый народ. Говорит, Муше, не-не-не-не, стирай меня. Потому что я не уникальный, это они такие. Все мое величие из них, вся моя сила, все из-за них. Почему? Потому что это народ такой. Я только проявил силу народа. Так же, как моя рука проявляет что? Есть сила в руке? Беймед. Есть моя сила в руке? Нет. Это сила души, сила тела, сила человека. Она проявляется в руке, она может проявляться в голове. То есть, не голова такая умная. Там проявляется эта сила. Но это сила всего человека. Так и Муше. Это не Муше уникальный. Он, конечно, уникальный. Но он не уникальный как личность. Он уникальный в том, что он проявил силу народа Израиля в своей личности. Что, в принципе, каждый из нас должен это сделать. Как мы уже говорили много раз, Муше, он нормальный человек, он не сверхчеловек. Мы ниже уровня нормального человека. Муше, он нормальный человек. Так должен выглядеть каждый еврей. Муше. Поэтому есть места, где Протчество, где Всевышний обращается к народу Израиля и говорит Ами Муше или Муше Ами. Муше мой народ. Называют народ Израиля Муше. Потому что каждый из нас это Муше. Не потому что он такой уникальный, а имеется в виду он такой уникальный, потому что он действительно проявил нашу уникальность. Это каждый из нас может это сделать, должен это сделать. Написано в Талмуде иногда, что Талмит Хахам называется в Талмуде Муше. Муше Шаперка Амарта. Муше, ты хорошо сказал, они там спорят в этом самом. Когда кто-то говорит хорошую такую сильную идею, то в Бет-Педраши дают ему такой комплимент с его хеврут и говорят ему Муше Шаперка Амарта. Муше хорошо ты сказал. Вообще не Муше, это вообще Аббайи. Трабья Кива. Почему Муше? По-моему, Рашин говорит, что каждый Талмит Хахам, он как Муше. Потому что Талмит Хахам проявляет, так же как Муше, проявляет силу народу Израиля, что есть Тора. Муше показал, что есть настоящий еврей. А мы иногда похожи на Гоев. Два уха, два глаза, просто люди, ходим в кипах. Ну и что? Что это, карнавал что ли, что мы одеваемся по-другому, там ушам иду странную? Это идея народа Израиля, это идея иудаизма? Где пророчество? Где Божественный свет? Где Шхина? Да, поэтому мы сейчас выглядим странно. Поэтому он говорит здесь, но не они возвысились из-за Муше. А Муше возвысился из-за них. Мы называемся потомством, это потомство не народом Муше, а народом Бога. Как сказано, народ Бога. Народ Бога Авраама. То есть Муше, он проявляет нашу избранность, нашу суть духовную. Откуда он такой пророк? Он рожден еврейской женщиной, рожден еврейским народом. Муше был уникальным человеком, который проявил, что есть народ Израиля. Пример для нас, для всех, кто мы на самом деле. Поэтому, когда народ ослабляется и хочет мясо, и падает в такую низину, забывает облака славы, забывает 10 казней, забывает выход из Египта, забывает пасхальную ночь, казнь первенцев, выход через море, забывает ман, забывает облака, забывает гору Синай, хочет мясо. А слабо, слабо физически, слабо духовно, казалось еще не окреп духовно, падает в такую низину, в такую как бы низ, хочет мясо. Как-то написано в пасхуке, где все смешалось. Мы помним рыбу, которую мы в Египте ели даром, таранику, огурцы, дыни, зелень, лук, чеснок, целое меню. Пау, суши можно добавить, какая разница? Мясо. Когда народ ослаб, упал в такое мясо, басар материально, человек называется на берите басар вода, мясо есть плоть, то Муше слаб. Поэтому сразу написано, Муше говорит, я не могу оденести этот народ, потому что Муше чувствует слабость, я не могу оденести этот народ, это слишком тяжело для меня. Муше не может, такое может быть, что Муше не может, да, потому что Муше он не сам по Иср Yoksa, он не выскочил, он не Ноах, он часть народа, он плод этого народа, у Ноаха не было народа, он выскочил,你可以 было сам по себе, он выделился и весь мир убили, потому что вот он праведник все славы и злодеи, весь мир убили. Муше говорит, не выделяй меня, слушай, я выделю тебя, сделаю с тебя народа, всех убью, Муше говорит, нет-нет-нет-нет убей меня, смотри меня как я здесь слово, говорит, как если так ты поступаешь со Мною, тогда умертви меня, если я нашел него в твоих глазах, чтобы не видеть бедствия моего, какого моего бедствия что народ получит наказание за это я не хочу это видеть, это мое бедствие если бы он был выскочкой, то он бы сказал, о, из меня надо сделать новый народ, вау хорошая идея, действительно из меня, которые просто нет, то есть не рассказано, что народ должен был войти и народом сказать так выглядит ситуация, как бы он так просто ему сказал, да а Всевышний сказал, говорит, я из тебя сделаю на ворот, он сказал, иди проси, иди молись я сделал из тебя новый народ как сказал Ноху все умрут, я из тебя сделал новый народ он согласился, Муше нет даже Авраам уже исправляет ту причину когда молится за сдом и амура Муше идет радикально до конца, он уже доходит до состояния понимать, что это не я такой, это в мире есть народ народ Бога, через который проявляется избран от Всевышнего и я плод этого народа, я рожден их женщиной я проявляю силу пророческую всего этого народа, это не я и когда народ слабнет и падает в такую материальность, в такую низину лук, зелень, чеснок то Муше слабнет говорит Раше, слабнет как женщина ведь женщина, у нее сила есть от мужа она получает свои силы от мужа Муше получает свои силы от народа когда народ ослаб, то он у него нет сил, потому что его силы все от народа когда народ падает в такую низину его лидер слабнет не только лидер влияет на народ, мы видим здесь но и народ влияет на лидера потому что наши лидеры, они результат народа и когда народ падает в такую материальность то Муше говорит, у меня нет сил я слаб, Раше говорит, я слаб как женщина чтобы подчеркнуть, что силы Муше как говорит нам Кузари Муше из-за народа он Муше великий такой если народ падает Муше ослабляется то есть здесь мы видим очень важную вещь и может быть ситуация, она происходит в наши дни когда народ падает, всякие там парады происходят извращения и так далее другие преступления, шаббат нарушается и прочие вещи но уровень национальном не, что каждый дома делает что-то тоже плохо, конечно, и ужасно а когда принимаются решения на уровне национальном то это влияет и на наших лидеров и духовных в том числе из примера этому поэтому здесь в этом испытании с одной стороны это испытание и падение путь, дорога, она опасная первые наши три первые прохода мы прошли со Всевышнего, три основки прошли и это начинается у нас, это первая проблема но обратите внимание, что любое испытание Всевышнего, оно не только чтобы нас испытать а чтобы проявить что-то, что мы не до конца сознаем вообще не сознаем и вдруг здесь появляется уникальная вещь что сила Муши она от народа что если край народа падает его низшие слои падают то это в итоге попадает как и здесь человек наступает на гвоздь и голова болит все болит там в ноге внизу да, все связано оказывается, что у нас такая единая связь что самые низые народы кто эти люди были не Арон просил этого мяса не колебны фуны и так далее да, наверное, было и Рефраав и евреи, которые по-синьски устали в дороге но когда мы видим, что слабые падают то это влияет и на голову это важная очень вещь еще осознать это, понять это и так далее поэтому очень важно поднимать массы поэтому, когда сегодня говорят вот у нас спуск по колене происходит и так далее, это верно спуск по колене происходит когда мы говорим про лидеров про мудрецов сегодня у нас нет мудрецов как храм Бома и так далее мы видим с другой стороны что масса народа она на высоком уровне не все еще не всегда я сегодня ехал у нас был сегодня сменный водитель там в подвозке который нас возит сидит в шортах короткие приехал за Молео Думим марокканский еврей такой без кипы, без ничего все пасуки на память все он знает молился следы тфилина на руке да, ходит без кипы следы тфилина на руке и так далее все пасуки на память Тору я не знаю, что так цитировать все он на память цитирует говорит отрывки из Кмелькеево и так далее смотрит уроки Китсу сегодня уровень массы в духовном растет ой, сегодня есть столько уроков столько возможностей и так далее такого никогда не было да, лидеров таких мудрецов как были там Рамбама Багарай у нас сегодня нет но масса растет и может быть не может быть а скорее всего да, что как мы видим как здесь связь когда масса на уровне то в итоге это даст ли свои плоды когда у нас родятся мудрецы великие которые мы ждем пророчества без радошем и так далее но есть процесс когда масса должна изменяться и мы видим здесь связь между тем что когда если масса она низко находится то это в итоге вредит и лидерам да, и вторая вещь мы видим связь между частностями и общностью да, что народ Израиля он единый целый следующая вещь с которой мы здесь встречаемся это в принципе проблема которая начинается здесь и продолжается до конца тактики Бамидбар в принципе одна проблема которая идет и развивается давайте откроем с вами 11 главу 27 посуд это следующая страничка 185 начинается 26 пазух давайте возьмем даже 25 давайте возьмем 25 и сошел Господь в облаке Всевышний в облаке и говорил с ним и отделил дух который на нем и возложил это 185 страница 11 глава 25 посуд книга Бамидбар то есть Муше когда просил что не можешь сам нести народ и упал Василий Аслабла то результат им восстал что Всевышний говорит возьми 70 старейшин и они будут тебе помогать правильно а говорили ему это кому ты спустился раньше Муше Муше то есть он дал 70 старейшин говорит ты не можешь сам нести народ ты Аслаб мы сейчас объяснили эту связь ну я раз всюду объяснил я ему только его пересказал следующий этап что буди 70 старейшин то есть дух порочества спускается только на тебя но еще на лидеров народе Израиля и сошел Господь Всевышний в облаке и говорил с ним отделил от духа который на нем на Муше и возложил на 70 мужей старейшин то есть дух порочества и вот овладел ими дух и стали пророчествовать не перестали то есть они тоже стали пророками что происходит в этой ситуации мы видим что оказывается с этого момента Муше потерял свою уникальность все стали пророками правильно дальше и стали встанить два человека имя одному Эльдад другому Мейдад и синил дух пророчества и были они из записанных то есть они не пришли к Муше там по разным путям наша тема но они выходили к Шатру к Шатус имеется в виду к Мишкану и они пророчествовали встанье и прибежал отрок это Иушуа был и сообщил Муше сказал Эльдад и Мейдад пророчествует встанье что Ишуа стучит что он стучит что он настучал хас пришел оказывается что Ишуа пришел они там пророчествуют встанье в чем проблема с чего боится Иушуа говорит Сьюда он боится Иушуа того что люди подумают что пророчество обычных пророков пророчество Муше это одно и то же пророчество так они подумают что это будет затушевка будет затушевка они подумают что одно и то же нет никакой разницы все все стали пророками ведь весь народ такой ведь сила Муше из народа значит все такие все равные Уже я намекаю, когда дойдем до хороха, то мы слышим это четко, все равные. То есть, эта проблема сейчас будет проявляться в разных аспектах. Проблема, как она называется, стирание границ, непонимание иерархий духовных и так далее. То есть, вначале мы начинаем книгу Мамедвара, мы выстраиваемся очень четко, занимаем позиции, количественно, знаки, туда-сюда, левиты, коины, все выстраивается, чтобы показать, что есть иерархия, место, предназначение у каждого. Но когда мы выходим в путь, сталкиваемся с проблемами, то мы теряем, теряем эту идею, теряем эту идею, что есть иерархия духовная, что есть разница, что есть границы. Поэтому прибежал отрок и сообщил Муште, что ильдат, ильдат пророчеству встаньи, и отозвался Юшуа сыну на служитель Моше и сказал, Моше, да господин, задержи их. О, мне написано задержи, да, секунду, не задержи их, то написано, секунду. Заключил, мне написано, заключи. Клайема, слово Келли. То есть, захватим их, да, и тут даже была попытка наказать их смертью. Да, но когда они пророчествуют встанье, и они говорят нам пророчество, Муше умрет, и Иешуа ведет нас в землю. То есть, во-первых, они подрывают дух народа. Они говорят в пророчестве, правильную вещь, что Муше умрет, и Иешуа ведет нас в землю. Во-вторых, это выглядит, что все пророки теперь, что Муше, он не особенный, потому что Муше потеряет свою, как сказать, полномочия, свою уникальность, тогда мы сейчас видим, в чем его уникальность была и так далее. Поэтому эта вещь очень опасная, когда стирают, когда вся община святые, когда есть все равны, как в коммунизме, да, то в итоге, мы знаем, чем это заканчивается. Но нет других. И говорит ему Муше, не ревнуешь ли ты меня, то есть, имеется ввиду, то есть, тебе очень больно за то, что я не кажусь особенным по сравнению с всеми остальным, что у тебя все пророки и так далее. Сказал ему Муше, если бы, о, если бы весь народ был, если бы весь народ Всевышнего был пророками, лишь бы Всевышний заложил на них свой дух. То есть, Муше Рабейна, как бы, он ищет тут хорошую, как бы, сторону, он говорит, я, на самом деле, за что вы все были пророками, да, но Иешуа почетить правильную вещь, что стирается здесь иерархия. То, что они пророчествовали, встань, они пришли, когда Муше их вызвал и так далее, то, что они пророчествовали и так далее, да, показывает на стирание этих границ, сказать, что все одно и то же. И обратите внимание, сразу после этого события продолжение этой же болезни, когда начинается в массе вот этот ропот, что, в принципе, все пророки, в принципе, все равны, Муше Рабейну не особенный, его сила, она от нас и так далее, то следующий, да, первый послух здесь, это 19 глава, и говорил о Мирьяме Арон Муше за жену Кушьянуку, которую он взял. Ибо жену Кушьянуку взял себе, и сказали, разве только с Муше говорил Всевышний, мы тоже пророки, ведь и с нами говорил Всевышний, пророк, он говорит Всевышний, называется пророк на Еврите, да, Всевышний. С нами тоже говорил Всевышний и услышал Всевышний, и да, и дальше, как известно, Мирьям получила наказание, была у него проказа, это считается Лошон Ара, то есть то, что она, в чем здесь Лошон Ара? В том, что она сравнивает себя Ярона с Муше, что они на одной ступени, это преступление, это не одно и то же. Порочество Муше – это абсолютно другая вещь, настолько, что люди все говорят, что, в принципе, когда мы говорим про обычаи проков, что у них есть пророчество, то пророчество Муше, вы вообще не должны называть его пророчеством, нужно другое слово, просто на Еврите нет другого слова. Да, но и с другими проками говорит Всевышний, только это такой разный уровень, что, в принципе, то, что происходило в Муше, в принципе, нельзя называть пророчеством. Говорили, но как? Да, что-то сверху, да, но нельзя это называть одним словом даже. То есть происходит здесь то же преступление, то, что у Льдада и Мейдада происходит, что они стирают границы между собой и Муше. То же самое вдруг происходит и у элиты духовной, да. То есть три лидера народа из Израиля – Муше, Агарон и Мирьям. Три лидера есть. Они втроем выводят народа из Египта. Трое. И вдруг у Мирьям и Агарона происходит тоже эта затушевка. То есть начинается все с этих, кто хочет мясо. Это начинает ослаблять Муше прежде всего. И это влияет на остальных лидеров – Ильдад, Мейдад и остальные. И здесь они – Мирьям и Агарон. То есть мы видим, эта связь, слабость народа в массах влияет на духовный уровень остальных лидеров. Муше ослабнет. Муше Мирьям, Агарон и Мирьямы ощущают, что они тоже как Муше. Это стирание границ. И это вещь очень опасная, когда, если мы говорим, что в народе нет границ, что нет иерархии. Так как в теле. Представьте, что в теле вдруг происходит, что все клетки. Говорят, в принципе, все клетки. Мы все одно и то же на уровне клеток. Поэтому нет разницы между головой и ногами. Ой, богой, если в нашем теле такое могло произойти, это же смерть. Это же убийство. Голова вместо ног, ног вместо головы и так далее. Нет такого. То есть народ, Всевышний построил народ таким образом, что вся община свята. Но есть иерархия, есть ступень, есть миссия у каждого, предназначение определенное. Когда стираются границы, вещь очень опасная. Мы видели эту попытку, не будет сейчас входить братья Муше, братья Йосеф, там тоже есть. Там на мини-уровне, когда еще нет народа, происходит, в принципе, то, что происходит здесь и сейчас. Это прояснение, что все не одинаковые, все разные. Да, и у каждой своя миссия. Та же идея проходит на уровне братьев Йосефа. То есть получается, здесь из трудностей дороги, когда все духовно начинают падать, то выясняется очень важная идея, что есть духовная иерархия. Она принципиальная. Всевышний здесь наказывает и так далее. Там они обживаются мясо, умирают. Огонь вышел и пожрал. Мирям получает проказу. Неделю сидит. Весь народ ждет ее неделю, пока она закончит свои семь умных дней. То есть, да, весь народ как бы осознает, что это идея, что все не одинаковые. Что Мушарабей, но что-то особенное. Мы видим, что у ни одного пророка нет полномочий установить заповедь. Иногда, одноразово пророк может отменить определенную заповедь. Но установить заповедь новую, на постоянство, на поколение, либо отменить заповедь на постоянство, никто не может. Величие пророчества Муша в том, что его пророчество это Тора, это заповеди, это законы. Мы видим, что ни одного пророка нет таких полномочий. Что ни какое-то действие на все поколения, на все времена и так далее. Мы не находим нигде таких вещей. У них пророка вне такой полномочии. Нигде даже о возможности пророчества комментировать заповеди. Кто-то может объяснять какие-то вещи, давать вещи, но не может посмотреть Аллаху согласно пророчеству. В своем учении это в законах пророчества. То есть из-за трудностей пути нам выясняется, кто мы есть, как устоит наш духовный мир. Когда мы идем в землю, это будет принципиально. Где будет каждое колено, в чем его предназначение, что имеется в виду и так далее. То есть мы сейчас по пути в землю. То есть другими словами, книга Бемидбар это процесс выяснения и прояснения наших духовных, нашей духовной сути и ступени этой сути. Как она проявляется в каждом аспекте. Первые прояснения, кто мы есть, это проходит внутри народа. И потом, в продолжении мы видим, есть этап, где мы встречаемся с другими народами. И встреча с ними, и снова проверяем и проясняем себе, кто мы есть на самом деле. То есть эти испытания, трудности, они для того, чтобы помочь нам себе, себя раскрыть. И так же в личной жизни. Человек живет, он думает о себе что-то особенное. Какие у него есть силы, какие у него есть возможности, кто он, что он. Жизнь заставляет его раскрыть вещи, которые он себе не подозревал, что у него есть. Даже на уровне самом простом. Я никогда не думал, что я смогу сидеть там уже 15 лет, сидеть и учиться. Я вообще на месте сидеть не могу, вообще не могу сидеть на месте. Я все время забыл вне класса, всегда. За разговоры, за отвлечения, за всякие штуки. Все время гиперактивный. Да, гиперактивный был. Нигде, везде меня выгоняли, всегда. Как же я могу 15 лет сидеть на стуле и учиться? Друг человек открывает себе вещи и проходит какие-то жизненные пути. И открывает силы, которые и возможности, которые, казалось бы, вообще как бы у него этого нет. Когда человек думает, что он там фотограф, программист, там еще что-то, повар. Есть столько возможностей у нас, столько сил. Только бы обратиться к своей душе. Когда обращаешься к своей духовной сути, кажется, что она безгранична, супертонатлива. Все в нее включено, есть разные возможности и так далее. И силы, которые каждый не знает, что есть. Только иногда это происходит через сложности, через этапы, через какие-то испытания. Человек раскрывает супер-возможности, супер-таланты и вообще простые вещи даже, которые он не знал, что он им есть. Так и народный Израиль идет через пустыню в этих испытаниях. Вдруг попадает в ситуации. В этих ситуациях начинают проясняться вещи. Что есть в нашей связи со Всевышним? Пропадает колодец Мирьям. Секунду. А снова проверяем, полагаем своими на Бога, кто даст воды. То есть мы привыкли к облаку, а теперь как будет? Основа. Каждый раз там пойдет прояснение, да? Муж и жена женились. Но их связь, когда они без детей, когда у них есть ребенок, это другая связь. Когда у них один ребенок и шесть детей, когда они молодые, когда они пожилые. Все время связь углубляется. Только если ты настроен на эту вещь, ты знаешь, что эти все ситуации и испытания, они для того, чтобы раскрыть и углубить. Тогда ты это проходишь как бы успешно. Тебе трудно, но ты как солдат, который проходит тренировки. Он потеет, ломает пальцы иногда, ребра там в этих тренировках и так далее. Но на это все включено в том, что он в бою и так далее. Так и человек, который настроен на это. Но вот Израиль сейчас выходит в путь и вся теория начинает проявляться в практике. А это тяжело, как известно. Можно много рассказывать вам объяснить, как нужно правильно плавать. Но когда начинаешь плавать и не умеешь, да, там любое вещь, то он начинает... А, секунду, а, я вообще не понял, о чем идет речь. Секунду еще раз. Мне когда, ребята, ты объясняешь кому-то что-то, да. Потом там про Песах и что-нибудь, про Шаббат. Потом человек говорит, знаете, Яков Мейер, простите, я это самое... А еще, я вот начал делать и секунду. Все же было понятно, да. Но когда начинаешь делать, вдруг оказывается, это одна картина, это другое представление. А я думал так, а тут возникла ситуация, которая у меня вот случайно... И начинает все сначала. Так и здесь народ Израиля вроде как был на горе Синай, вроде как понял, вроде как построились в кустыне вокруг Мишкана. Все вроде как понятно, заняли позиции. Идем, проблемы, оп, начинают вопросы возникать, путаницы. И через путаницы, через сложности мы проявляем себя. Но главное испытание, которое мы проявляем сегодня, это ступени в святости. Границы этих ступеней, этой духовной иерархии, которые идут и проявляются. Мы видим потом с разведчиками, мы увидим, будет вопрос святости земли Израиля и земли неизраильской земли и так далее. Будет много-много еще вопросов, которые мы еще увидим. Ну, на этом мы заканчиваем сегодня главу Беал-Отха. Без завершения следующий раз поговорим про главу Шлах в этой общей концепции и дальше продолжим. Если есть желающие, которые смотрят нас в Израиле, находятся здесь, мы приглашаем вас учиться в Махон-Мейер. Приезжайте к нам, звоните нам, мы расскажем, когда и где есть уроки. И можно участвовать и днем, и вечером, и без завершения, кто захочет, но и ночью в изучении Торы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok